За октябрь и декабрь я заплатила 543 рубля 52 копейки, а за январская квитанция пришла 1226,18 аппетиты электроэнергетиков. Выросшие вдвое аппетиты энергетиков она точно не утолит, говорит Ирина Кривко. Живет одна в маленькой комнате общежития, старается экономить. Даже счетчик в 2002 году поставила, первый и единственный в секции. Вот только в 2006 его аннулировали. Объяснили это тем, что Ирина уж слишком мало платит, значит прибор неисправен. Но ремонтировать его специалисты Амур электросеть сервиса отказались, зато предложили поставить новые счетчики в каждую комнату. Соседи от такого предложения только отмахнулись. Остальные жильцы не хотят, им удобно такие суммы платить, я не согласна. Вот хочу, чтобы мне восстановили счетчик или не знаю как. У меня есть счетчик, я давно поставила, я затраты сделала. И так вот, зачем мне такие суммы платить, когда я эту электроэнергию не воспринимаю, не пользуюсь. Разъяснить ситуацию мы попросили сотрудников Амурэнергосбыта. Оказалось, должна Ирина вовсе не 1200, а 682 рубля. 500 с лишним она оплатила, правда с опозданием. Поэтому этот платеж и не нашел отражения в квитанции. А долг сложился из двух составляющих – неоплаченных ОДН и повышающего коэффициента на оплату электричества по нормативу. У данного абонента начисление происходит исходя из утвержденных нормативов. То есть у абонента отсутствуют приборы учета. В соответствии с постановлением правительства, в соответствии с постановлением губернатора Амурской области, с 1 января 2015 года у нас утверждены новые нормативы в отношении тех абонентов, у которых отсутствует прибор учета. И эти новые нормативы уже включают повышающий коэффициент. Этот коэффициент стимулирующий и каждые полгода будет увеличиваться. Все для того, чтобы абоненты ставили индивидуальные приборы учета. Тогда и платить больше не придется. Ирину Кривко и других горожан, желающих экономить, приглашают в Амурэнергосбыт. По заявке специалисты готовы установить приборы учета и принять их к расчету.